Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации отмечает свой 30-летний юбилей. 30 лет партии, 30 лет Российской Федерации и 100 лет Советскому Союзу. Самое время провести такое небольшое исследование, а что дали эти 30 лет нашему народу. Я приведу только два факта. Российская Федерация, тогда она называлась РСФСР, в объеме мировой экономики занимала 7,2%. Сегодня она занимает 1,7%. Вот большая разница. И еще недавно стат. управления подвели итоги. Сегодня численность населения Российской Федерации сравнялась с численностью населения РСФСР 1989 года. То есть за 30 лет в стране не прибавилось ни одного человека. Если говорить о том, что в 60-е, 70-е, 80-е годы страна прирастала за 10 лет по 10 миллионов, то значит за эти 30 лет мы недосчитались 30 миллионов человек. Это говорит о том, что в стране жить практически невозможно, потому что условия не созданы, хотя обещали достойную жизнь. Значит, сейчас мы подводим итоги 2022 года. Как же мы его прожили? Экономика упала на 3%, промышленность упала на 1,8%, инфляция 12%, доходы населения упали на 2,2%, зарплата на 2%. Полмиллиона населения покинуло нашу территорию и на полмиллиона страна стала еще меньше. Я понимаю, что год был непростой, спецоперация, санкции, все прочие накладки, но страна не была подготовлена к такому удару, потому что она не готовилась. Вот смотрите, все эти падения, они продиктованы, ну, прошлым периодом, потому что за прошлый период мы практически иностранцам отдали 65% экономики, 90% торговли, а вот теперь пожинаем свои плоды. Более 300 компаний иностранных покинули нашу территорию и даже не продали нам свой собственный бизнес. Ну, что касается в денежном выражении, вроде бы что-то получилось. 10 триллионов получили за счет нефтегазовых доходов из-за того, что газ и нефть подорожали очень сильно, профицит бюджета составил полтриллиона рублей, вроде бы более-менее ничего. Но давайте посмотрим, а как мы будем жить в этом году, в 2023-м. Международный валютный фонд говорит, что наша экономика вырастет на 0,3%. Всемирный банк реконструкции и развития говорит, что мы упадем на 3,3%. А Минэкономразвитие говорит, что падение составит 0,8%, как они и обещали, ну, вот, когда формировали бюджет. На самом деле, если сегодня посмотреть январь месяц, то доходы бюджета сократились более чем на треть, на 35%. На 35%. Причем мы недополучили нефтегазовых доходов 46%. На 28% сократился реальный сектор экономики. Все это говорит о том, что мы вышли с дефицитом бюджета в 1,76 триллиона рублей. Где мы их будем брать? Значит, аналитики говорят, что, наверное, по году будет где-то около 5 триллионов рублей недостачен. В фонде национального благосостояния у нас только 6 триллионов. Их хватит, но это будут последние деньги, которые страна отдаст на сохранение экономики. Правительство, зная такое тягостное положение, вынуждено было обратиться к бизнесу. И говорят, ну, давайте, помогите, дайте хотя бы 250 миллиардов рублей в бюджет для того, чтобы заткнуть дыры в бюджете. Вы знаете, в Соединенных Штатах Америки в 2020 году сами миллионеры выступили с инициативой помочь государству, потому что тогда, ну, плачевное состояние экономики в Соединенных Штатах было. А у нас на призыв правительства бизнес ответил, нет, ничего не дадим. А Шохин сказал, если вам нужны деньги, увеличивайте налоги. Налог на прибыль. Но налог на прибыль, это значит размазать все расходы на весь бизнес, на всю экономику. А речь-то шла, чтобы олигархи помогли. Олигархи, видимо, забыли, что Дерипаске в 2008 году подарили 4,5 миллиарда долларов, что Фридману на его компанию 2 миллиарда, что 2 триллиона рублей подразили на санацию банковской системы, а сегодня говорят, фиг вам, не дадим ничего. Но тогда не надо слов тратить по-пустому, где нужно власть употребить. Если они говорят, что надо законами наполнять бюджет, вот давайте вспомним, что КПРФ давно внесла закон о прогрессивном подоходном налоге. Только он был 40%. Надо его увеличить на 60%. Нам говорили, что эти деньги невозможно собрать, олигархи не отдадут. Возможно, 2 года назад на 2% увеличили НДФЛ для сверхдоходов. И собрали, знаете, сколько? 86 миллиардов рублей. Если собрали на 2% 86, то на 60% мы можем собрать 2,5 триллиона рублей. Вот это и есть выход из положения. И не надо олигархов просить, потому что они давно уже собрались за границу. По некоторым данным, 15 тысяч наших олигархов собираются покинуть нашу страну, и уже 83 миллиарда долларов вывезли в зарубежные банки. Так что давайте принимать закон КПРФ. В текущей международной обстановке экономика России претерпевает существенные изменения. Экономический и технологический суверенитет обозначены как стратегические цели государства. Происходит переориентация на рынке Юго-Восточной Азии и Африки. И в текущих условиях бюджет уже показывает недостаток доходов по многим статьям. Страна остро нуждается в новых стабильных источниках дохода. И фармацевтическая промышленность может, имеет все перспективы стать одним из таких источников дохода. Рынок лекарственных препаратов является одним из крупнейших потребительских рынков в мире по обороту денежных средств. Но в нашей стране, к сожалению, фармацевтика в структуре экономики занимает не больше 1%. За последние три десятилетия у нас в стране сформирована дженериковая модель экономики. И это означает не просто копирование чужих технологий, но и более скромные, существенно более скромные доходы. Безусловно, самым очевидным выходом является производство отечественных оригинальных препаратов. Их маржинализм практически всегда в разы и на порядке выше дженериков. Кроме того, инновационная модель экономики является серьезным инструментом международной политики. И сегодня для нас это крайне необходимо, это крайне важно. Кроме того, инновационная модель подстегивает, стимулирует развитие и смежных отраслей экономики, науки, образования, медицины, технологий, приборостроения. И здесь мы вынуждены констатировать крайне печальную ситуацию с финансированием науки, гражданской науки в стране. Если в развитых высокотехнологичных странах это финансирование достигает 3% и больше, у нас оно не дотягивает 1%. И здесь уместно сказать, что экономическая программа КПРФ, которая предусматривает финансирование науки на уровне не меньше 3%, сегодня крайне актуальна и обоснованна. И напомню, в Советском Союзе расходы на науку в среднем варьировались в диапазоне 3-4%. Безусловно, развитие инновации это крайне затратная процедура, крайне дорогой процесс, но это того стоит. Наука не стоит на месте. И если мы не начнем производить собственные лекарственные препараты, оригинальные препараты, мы так будем оставаться в положении догоняющего. Инновационная фармацевтика должна быть рассчитана на покрытие, в первую очередь, потребностей внутрироссийских, но не только по этим направлениям. Также нужно развивать направления с высоким экспортным потенциалом. Почему это важно? Ряд направлений в России не востребованы, такие как противопаразитарные, паразитарные и некоторые инфекционные, но на них существует колоссальный спрос в других странах, в том числе в Африке и в той же Индии, которая вот совершенно недавно перегнала по численности населения Китая. То есть рынок одной только Индии в 10 раз превосходит российский. В советское время мы занимали ведущие позиции по этим направлениям. У нас работали целые научные институты, но сегодня эти позиции все утрачены, их придется восстанавливать. Сегодня экспортный потенциал фармацевтической промышленности реализуется крайне слабо. И одна из основных причин в том, что у нас запрещен экспорт лекарственных препаратов российского производства по ценам ниже внутрирыночных. Когда эта норма вводилась, это было обосновано, но сейчас ситуация принципиально иная. Экспорт оригинальных российских препаратов в другие страны, многие из которых имеют высокую численность населения, позволит российским производителям обеспечить существенный приток налоговых поступлений в наш бюджет, обеспечить новые производственные мощности и новые рабочие места. У нас отсутствует единый регулятор, единый федеральный орган, который является отраслевым для фармацевтики. У нас работает несколько федеральных ведомств, в которых каждый курирует свое направление. Именно поэтому важна консолидированная работа всех участников, для того чтобы обеспечить развитие высокотехнологичной, высокоэффективной отрасли. И несмотря на скудное финансирование, отечественная фармацевтика сохранила высокий научный потенциал и имеет очень хорошее будущее, если государство отнесется с уважением и вниманием к потребностям отрасли. И от этого выиграют в буквальном смысле все. Наука получит новые горизонты и новые перспективы, производители получат новые рынки сбыта, россияне получат высокотехнологичную отрасль, которая поможет улучшить производительность, качество, продолжительность жизни. А государство в целом сможет компенсировать выпадающие налоги из бюджета, а также закрепить себя на международной арене как хорошего, надежного партнера. Академия Академия